Вторая часть статьи Ростислава Ищенко, президента Центра системного анализа и прогнозирования на Украина.ру за 20 июля 2020 года. Судьба доллара, золотой стандарт и многополярный мир. Понятно, что никто не будет оплачивать все товарные поставки золотом, возить туда-сюда тонны драгоценного металла себе дороже. Очевидно, что страны, владельцы значительных золотых запасов, могут установить твердое золотое содержание своих валют. Тогда вам все равно, что вы получите за свой товар от покупателя, рублей или юани или евро. Фактически это будет золотой сертификат, право получения некоего объема золота. Обеспеченные золотом валюты и будут ходить на глобальном рынке в качестве мировых денег. Те же страны, которые не в состоянии обеспечить твердую конвертируемость своих валют в золото, будут вынуждены покупать для международных расчетов конвертируемые в золото валюты. При этом надо иметь в виду, что вернув себе статус всеобщего эквивалента, перестав быть просто товаром, золото должно постоянно дорожать, ибо потребность в нем, как в денежном металле, будет определяться ростом объемов в мировой торговле. Есть конечно риск, что кто-то захочет разово выиграть от моментальной девальвации своей валюты по отношению к золоту, но после такой аферы она вылетит из корзины мировых валют, и стране-аферисту самой придется покупать чужие валюты для своих расчетов. Кто-то скажет, что иметь неконвертируемую в золото валюту будет выгоднее, так как вы сможете играть в понижение и повышение ее курса. Но это не совсем так, поскольку вы можете сколько угодно девальвировать и револьвировать свою валюту по отношению к тому же рублю, но по отношению к его золотому содержанию вы останетесь в исходном положении. Просто за каждую унцию надо будет заплатить большее или меньшее количество ваших национальных фантиков. В эпоху металлических денег отдельные государства пытались уменьшать содержание драгметалла в своей монете, порча монеты. Это приводило лишь к финансовому кризису, поскольку даже на внутреннем рынке народ начинал отдавать предпочтение полновесной иностранной монете. Игры с курсом при наличии реального всеобщего эквивалента значительно более опасны, чем в условиях плавающих курсов. Есть риск вымывания золота из резервов по принципу предъявления к оплате рублей, как это сделал в свое время Деголь с долларами США. Но действия Деголя были обусловлены тем, что уже в то время, а тогда еще работала бретенвудская система, основанная на золотом стандарте, американцы пытались проводить махинации с выбросом на рынок большего количества долларов, чем могли обеспечить своим золотым запасом. Кроме того, уже тогда внешняя торговля США была убыточной. Если же ваша внешняя торговля прибыльна, как у России, имеющей солидный внешнеторговый профицит и неплохие перспективы его увеличения за счет самообеспеченности всеми основными группами товаров, то вы будете ежегодно увеличивать, а не расходовать свои золотые запасы. С учетом же того, что большая часть государств не способна создать самодостаточную экономику и нуждается во внешней торговле, у России есть все основания надеяться, что в рамках подобной системы она будет становиться все богаче и богаче, если, конечно, не идти по пути США и не попытаться создать уже сегодня из воздуха те деньги, которые ты, может быть, заработаешь послезавтра или через год. Мелкие махинации всегда постепенно превращаются в крупные, а после утраты доверия любая система рушится. Абсолютной защиты от дурака не существует, но надо надеяться, что политики действующего и ближайшего поколений, наученные горьким опытом краткой американской гегемонии, учтут ошибки Вашингтона и постараются их не повторять. А потом будет уже 22 век, другие люди и другая жизнь. Это была вторая часть статьи Ростислава Ищенко «Судьба доллара, золотой стандарт и многополярный мир».